Привет! Вы на канале Коска, меня зовут Кудинова Наташа и сегодня мы с вами поговорим о весне, а точнее о весенних кардиганах. У меня для вас есть подборка пряжи, есть несколько кардиганов, на примере которых мы будем обсуждать эту тему. Как обычно, в конце видео я крупно покажу вязку и в конце видео несколько интересных весенних моделей, которые вы можете связать или идеи из которых вы можете использовать. Во-первых, очень часто мы слышим словосочетание «базовый кардиган». Вот нужно связать базовый кардиган и всё, ты на всю жизнь обеспечен вязанными вещами. Что такое базовый кардиган? Это какая-то простая модель, которая подходит ко всем вашим вещам. Но нужно понимать, что для каждого гардероба и для каждого типа фигуры базовый кардиган, идеально вписывающийся в образ, будет свой. Для кого-то это более длинная модель, для кого-то более короткая, для кого-то это базовый цвет, это будет серый, он ко всему будет подходить. У кого-то более яркий образ и он базовым будет синий. Например, наша Женя предпочитает синие цвета. Для неё все синие базовые, потому что любой синий оттенок, который она выбирает, для себя сочетается со всем, что у неё уже есть. То есть ей очень просто в этом плане. Она себе связала какой-то кардиган синего цвета, не задумываясь совершенно, потому что у неё выстроен цветовой образ гардероба. И всё, и всё это со всем сочетается. Утром всё, что ты достала, надел, очень легко, просто. Когда ты вяжешь кардиган просто потому, что ты хочешь его связать, это какая-то интересная новая модель, новаторская. Особенно вот проблема с оверсайзами. Все начали вязать оверсайзы, они всем идут, и это вообще не так. Вообще у нас разные фигуры и мода. Задача моды — продавать скорее, да, а задача одежды — скрывать несовершенство. И не всегда конкретно для каждого человека модные вещи и модные веяния хорошо смотрятся. На мне, например, оверсайзы, ну как бы они делают меня, моё тело грубым. И, соответственно, если я буду вязать себе большие мешковатые вещи, я, конечно, могу это делать. И иногда это очень даже хочется завернуться во что-нибудь большое, тёпленькое и мягкое. Но визуальный образ не выигрывает. Поэтому не смотрим на моду, а смотрим на себя в первую очередь, выбирая модель. Но мы бы сегодня, конечно, будем говорить не о моделях и моде, а о практических вещах, как всегда, о материалах. Из чего бы такого связать? Во-первых, вы связать кардиган можете практически из всего. Что такое кардиган? Ну, грубо говоря, совсем по-простому, это кофта на запахе. На ней могут быть пуговицы, либо нет. Но главное, у неё вот здесь вот две планки, которые свободно, отдельно, друг от друга вяжутся. Вы можете перехватить это булавкой, можете использовать ремень вместо застёжки, либо сделать пуговки, кнопочки. Очень неплохо использовать прозрачные, например, или подобранные в тон крупные кардиганы. Обычно всё-таки у нас застёжки более крупные, не рубашечные пуговки. Крупные кнопки, которые просто пришить и не нужно вывязывать петельки. Зачастую это не очень удобно для начинающих. Можно найти более простой вариант. Итак, какой материал мы выберем? Вот посмотрите, у меня вот здесь вот висят три кардигана, совершенно разные по модели. Хотя, казалось бы, ну чего там разного. Разные по типу строения и по тому, как мы выбираем материал. Начнём с вот этого полосатого кардиганчика, Женечкиного. Он связан из кидмахера на шёлке. Это очень большая для неё вещь, очень объёмная. То есть, ну, это, наверное, кардиган с хорошей свободой на 48-й, а уже не где-то 44-й, даже 48-й, 50-й, наверное. Он очень лёгкий, связан на пятёрке-шестёрке, дырявчатый. Быстро мы его свяжем. Когда носить? Ну, во-первых, ещё очень хорошо связать вещь, но главное подумать, когда ты её носить будешь. Мы с вами, конечно, люди творческие, зачастую связать нам гораздо интереснее, чем что мы потом с этой вещью будем делать. Вот такой кардиган, он хорош в помещении. Вот у нас, когда в магазине прохладненько, Женя его накидывает, он поэтому здесь и висит, в частности. И ей тепло, хорошо, она может прийти на работу в футболке, накинуть кардиганчик и прекрасно себя чувствовать. Но, например, нашей весной, выйдя на улицу, с нашими постоянными алтайскими ветрами, это не очень. Кидмохер на шёлке, она не самая будет комфортная вещь. Тебе всё выдует оттуда. То есть, соответственно, смысл в чём? Чтобы тебе тепло сохраняло, когда ветер, он весь ветер в дырочке убежит. И там не как в сказке, в одну влетел, а в другой вылетел. Тепло осталось на месте. Нет, всё выдует. Поэтому для спокойного прохладного вечера, для прохладного утра, когда вот лёгкая прохладность, такой кардиган уместен. А когда у тебя, ты выбираешь между кардиганчиком или ветровочкой, то, конечно, этот кардиган проиграет, упс, потому что его будет продувать. Ну и очень хорошо тем местностям, где нет ветра. Есть же такие местности, правда? Давайте вот сюда его положим, чтобы следующую взять. Там мы можем выбирать пряжу, которая просто по тонине, по толщине полотна, не ориентируясь даже на плотность, где, например, в горах, где нет ветра, где не проносят, как в рукаве, а нет ветра. Ты спокойно можешь выйти на верандочку с чашечкой чаю, с вязанницей, посидеть в кидмахеровом кардиганчике, и тебе комфортно. Выйти, например, вот у нас во двор, у нас, я не знаю, каким способом мы построили наш район, но у нас прям вот специальный район, где ветра все встречаются и дуют одновременно со всех сторон, как ни странно. И будет не очень комфортно. Нужна более плотная вещь. Более плотная, которая не позволит выдувать все. Конечно, любое вязанное полотно будет продуваться. Это дырочки, это неизбежно, это не валено. Войлок продувается меньше, но даже войлочное полотно, например, пальто, вы можете заметить, что весной ветра тоже пальто тебя пронизывает. Ну, если мы не говорим о совсем холодах и совсем ситуации, когда нужно сильно согреться, кардиган плотный. Вот смотрите, у меня жаккардовое полотно, оно связано на машине 12 класса. Это стопроцентный итальянский Меренос, наш на промышленном оборудовании, мы его вязали. Здесь какой плюс? Ниточка, конечно, тоненькая, но здесь как бы два слоя, потому что это жаккард. Те, кто вязали жаккард, меня поймут. То есть получается полотно толще само по своей структуре, у него больше пересечений, а значит оно будет менее продуваемо. Плюс этот кардиган не проходил ВТО, он совершенно новый, мы его связали и повесили на вешалку. Он у нас как бы в качестве образца висит. Соответственно, после ВТО у него раскрывается пряжа и еще более плотным становится полотно. При этом, за счет того, что у нас плотное пересечение, высокая плотность, у нас форма держится. То есть у нас держится плечико, у нас как бы форма создается. Видите, здесь вот обозначена талия, то есть если мы пришьем пуговки, наденем ремень, подчеркивающий это, то у нас будет структура у кардигана, чего и здесь, конечно, нет совсем. Никакой структуры. Некоторая присутствует. Когда такой кардиган нужен? Такую вещь хочется носить, когда у тебя официальный дресс-код, когда ты работаешь в банке, либо в какой-то другой структуре, где ты должен выглядеть официально. Смарт-кажол. Кажется, так называется этот стиль. Что мы тогда будем выбирать? Во-первых, мы будем выбирать ту пряжу, которая держит форму. Вот, например, у меня есть меринос, у него более плотная крутка, чем обычно. Это Ньюмиловский меринос Энди Колората, 1450 метров, 6 нитей. Ниточка плотненькая, толстенькая, и из нее, как раз правильно подобрав плотность, мы можем связать кардиган, похожий на пиджачок, вывезав у него плечо, сделав у него форму, которая будет... За счет формы мы можем придать, как бы это выразиться, контуры фигуры более четкие. То есть, если обычно трикотаж воспринимается как что-то мягкое, уютное, домашнее, ну вот, благодаря такой нити, которая держит форму, мы можем вывязать что-то структурное. Ну вот еще такая у меня есть пряжа, тот же артикул в синем цвете. Мы смело можем считать оба этих цвета базовых. Этот базовый для всего на свете, но я, например, у меня очень долгие годы был серый кардиган, хорошего качества, купленный в каком-то сетевом магазине с ангурой в составе. Но ангуры там было немного, он просто был очень мягкий, он был серый, и его проблема была в том, что он ко всему подходил, ну кроме того, что он не подходил лично мне. И выглядело я в нем так немножечко серенько и грустненько, но зато он сочетался с любой одеждой. Поэтому, когда ты не знал, что надеть, ты выбирал этот кардиган, и он, наверное, лет 10 точно мне служил. Поэтому на сегодня я понимаю, что в моем гардеробе очень сильно не хватает кардиганов, я вот за них взялась, поэтому сейчас я себе вяжу твидовый кардиган. Я вам тоже расскажу, почему это классика и как это вписать, но сейчас закончим с мериносом. Либо мы можем взять классический меринос, вот здесь у меня полторы тысячные нити, то, чего очень много мы привозим с итальянских стоков. Вот у меня артикул Камрата, 1400. Мы можем его тоже связать структурно, но для этого нам нужно выбрать большую плотность. Как мы выбираем плотность? Плотность должна быть такая, чтобы структура у полотна существовала, но при этом, чтобы не появилась рядность. Что такое рядность? Это когда в лицевом и изнаночном ряду вы вяжете с рязной плотностью. У вас такие полосочки, черточки на полотне. Если эти черточки и полосочки не прошли после ВТО, значит эта рядность неправильно подобранная. Спицы, скорее всего, заплотнено полотно. Нужно взять на 0,25, спицы поменьше и попробовать. Либо четче контролировать натяжение нити при вязании. Понятно? Объясняю. Так, мы поговорили о свободных кардиганах, о структурных кардиганах. Этот кардиган просто кардиган типа халат. Что в нем особенного? То есть, если здесь у нас пуговицы, то первый вариант и третий вариант – это просто обычная планка, которую мы либо носим просто на запах открытым, либо носим на ремень. И таким образом мы закрываем вот это вот пространство. И вот ремешочком можно придерживать. Вообще, мне он для тепла и для того, чтобы я хотела поработать с моточной пряжей, верблюжонком. Сейчас достану. С верблюжонком пряжа очень мягкая, мне хотелось с ней поработать. Но в процессе отвязывания образцов я поняла две вещи. Во-первых, он будет подкатываться при свободном вязании, а при несвободном вязании у меня возникает на этой пряже рядность. Ну, честно говоря, подкатываться для меня не проблема вообще. Его можно всегда удалить, катышки носить спокойно. И меня такие вещи не раздражают. Я давно работаю с трикотажом, понимая, что для натурального материала это практически норма. Небольшой пилинг должен присутствовать везде. Если там нет пилинга, значит, что ж такое сделали с нашими ворсинками, что пилинга нет. Я говорю о шерсти, конечно, шелка это не касается или льна. Что здесь нужно учесть? Когда ты вяжешь кардиган, и если вот в моем случае, если у Жени спущенное плечо, то там это не нужно контролировать. В моем случае это плечо либо рукав вточной, либо погон. И вот посадка погона, это тоже отдельная история. Иногда приходится много-много раз распустить, прежде чем понять, где конкретно у тебя должно заканчиваться плечо, какой ширины должна быть головка плеча, для того, чтобы рукав адекватно сел. Как выбирать будем материалы? Любые пластичные материалы. Все, что с шелком, все, что с кашемиром, все, что с ангорой, с небольшим содержанием, выбирайте свободные модели, которые не нужна структура. Почему? Эти материалы очень плохо дружат с фиксированными формами, и очень часто нам пишут клиенты. В общем, мне нужен такой материал. Я хочу, чтобы он был с кашемиром, я хочу, чтобы он был с шелком, и я хочу, чтобы он держал форму. Ну, мы-то можем с вами этого хотеть, но вот шелку с кашемиром глубоко наплевать на это, потому что это не их задача. Их задача быть мягкими, давать ворсок, давать нежность, уютность сообщать полотну, но ни в коем случае не держать форму. Что нужно сделать, чтобы такой состав держал форму? Добавить туда какое-то хорошее количество полиамида, процентов 20. Тогда это может быть, но пока я таких составов не встречала, наверняка они существуют, наверняка дизайнеры разбирались с этой проблемой, их для себя разрабатывали составы, но пока я на стоках таких не встречала, а значит мы считаем, что на сегодня таких составов нет, либо их найти сложно. Поэтому хотим с кашемиром, выбираем что-то мягкое, текучее, похожее на халатик. Можно разнообразить это косами, можно разнообразить это ажурами, но не нужно пытаться связать из этого пиджак. Можно связать пиджак, что для этого сделать? Нужно очень сильно заплотнить полотно. Но в этом случае мы потеряем как раз всю вот эту прелесть наших материалов. В принципе, нет ничего невозможного для человека с интеллектом, как говорила классик, но лучше учитывать свойства материала. Еще один классический и хороший вариант кардигана – это кардиган из твида. И если мы говорим о очень спокойных твидах, вот таких вот, да, вот совсем классика, то здесь, конечно, это уже офис, это кардиган для парня, который не любит яркое, это кардиган классический, который никогда не выйдет из моды. Если вам нравятся такие цвета, вы можете даже косы плести на таком кардигане, и это будет выглядеть не вычурно, уместно, это будет выглядеть аккуратненько и стильно. Но если хочется чего-то разгулять душа, чего-то прям вот хорошего, классного, интересного, то можно выбрать, например, такую пряжу. Бежевый цвет как основа будет сочетаться с большим количеством цветов, а вот как раз много-много крапушек внутри цвета. У меня в руках смартис 350 метров, 65 шерсти, 20. Альпаки 15 шелка. Много крапушек можно перекликать с большим количеством цветов, опять же, например, зеленый, да, надеюсь, зеленые брюки, белая футболка и бежевый кардиган. Это будет выглядеть очень стильно, интересно, и опять же, так как здесь шелк и слабая крутка нити, мы выбираем неструктурные модерни, неструктурированные с неявной формой. Если мы хотим придать этой пряже форму, то нам придется всерьез помучиться с плотностью. Вероятно, очень, так как здесь очень слабая крутка, соответственно, ворсук очень хочет подружиться с соседним ворском, очень вероятно, что у вас все это сваляется, поэтому обязательно делаем огромный образец, прям вот образец-образец, пару раз стираем, смотрим на эту плотность, понравилось, без проблем. Вот я сейчас, например, решаю для себя такую задачу. У меня твит с 5% кашемира, 5% яка. Прекрасная раскрываемость. И если бы я не знала о составе, я бы подозревала в нем гораздо большее количество благородных составляющих. Нитка очень безвольная, ровничная. Что я делаю? Я вяжу ее с хорошей плотностью, я вяжу много-много кос, и я уже отвязала образец и понимаю, что, возможно, через 10 стирок я эти косы на этом полотне не найду, но мне хочется, чтобы полотно имело небольшую структуру, то есть жесткость, поэтому я согласна на это. Ну, не просто я безумно кайфую сейчас, заплетая косы. Все эти крапушки на косах спорно. Возможно, кто-то бы сказал, что их там не видно будет, потому что активные крапы на Твиде. Но мне так хочется. А может, люди творческие? Значит, имею право. И если мы говорим о кардигане пальто, то есть какой-то прям вещи, которая должна она с вами греть, то неплохо использовать для этой цели по ЭЛУ. Это твид с метражом 150. Опять же, благодаря тому крутке полотно будет подваливаться, и можно создать вполне адекватное подобие войлока. То есть сделать пальтишко, подваливая его вручную, бережно, вот так вот, а не в машине, ни в коем случае. Если интересует тема вас подваливания, посмотрите, у нас есть отдельное видео на канале, где вы можете подробно изучить этот вопрос и подумать, хотите или не хотите, и как именно это сделать, чтобы добиться нужного результата, а не случайного. Потому что очень обидно связать большую вещь, а потом не попасть в размер после сваливания или свалять ее кривенько, с диагональю, с чем уже никак не поборешься. Так, что еще про кардиганы? Есть адепты кардиганов, которые считают, что кардиган должен быть только гладью, потому что это исключительно базовая вещь, только гладь. Есть девчата, которые считают, что кардиган это только с косами. Вот нормальный кардиган, исторический, должен быть с косами. Конечно, мы с вами можем выбирать любой кардиган совершенно. Сейчас мы посмотрим небольшую подборочку кардиганчиков для вдохновения, что бы нам самим хотелось связать. И расскажите мне, пожалуйста, как вы вяжете кардиганы, как вы выбираете для себя модели. Вот лично я поняла, что у меня на 11 пуловерах, я считала свои пуловеры, я остановилась, поняла, что их достаточно. Дальше идет число «достаточно», не будем уточнять. А вот с кардиганами напряжение. Поэтому эта весна у меня планируется быть посвящена кардиганам. Хотя хочется вязать весеннее платье, конечно же, как и все. А вы вяжете кардиганы для себя, и сколько у вас их штук? Мне интересно, научно интересно. Ну что, всем приятного вязания, отличного дня. Пойдемте смотреть кардиганы. Посмотрим на кардиганы поближе. Что у меня? Очень простая планка. Я ее подвязывала, она нецельно вязаная. Сверху полотно с альпакой. Оно более плотное, за счет того, что еще и пайеточками уплотнено. А моточная пряжа, Camel Hair, она очень мягкая и нежная, струящаяся. И я понимала, что мне верхнюю часть хочется более структурной, хочется, чтобы плечо было почаще. А внизу оно у меня такое текучее, расширенный рукавчик. Оно просто на запахе, я ничем его не закрепляю. Для меня это тоже накидушечка. Этот кардиган совершенно другой по характеру. Видите, четкое плечо, большая плотность материала. Он прям такое толстенькое получается. За счет того, что у нас двойное пересечение нити возникает в жаккарде. Вот такая вот вещь, в которой подразумеваются планки. В них уже есть прошиты петельки. Осталось пуговицы пришить и прорезать. Собственно говоря, здесь прям пиджачок. Третий кардиган у нас совершенно нежненький. Не фактуры у него, зато у него есть нежность, облегание. Такое мягкое, нежное полотно. Кидмахер на шелке, это, конечно, особое удовольствие. И полосочки. Он сам по себе активный, он солирует. Поэтому Женя его чаще носит с джинсами, с простыми майками и футболками. Просто такой кокон, в который хочется укутаться. Хорошенько на два раза завернуться. И будет тепло и нежно. А сейчас, что у нас там в моде проявлено. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok